господа автомобилисты всех вас приветствуем сегодня я представляю вашему вниманию kia sportage 2018 года выпуска 60 тысяч километров пробега 2 литра на автомате 150 коней стоимость 1 миллион четыреста семьдесят семь тысяч рублей один владелец комплектация classic пробег 60 тысяч столь прекрасный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне rose auto вся подробная информация в ссылке в описании к видео не забывайте подписываться на канал будет еще очень много интересных и познавательных видео смотрите какой у нас интересный ключ раскладывается и складываются зеркала наружного вида при закрытии открытия автомобиля устраивайтесь поудобнее это будет полноценный обзор и тест-драйв этой корейской колесницы открываем ручки такие солидные с хромом как же они в свое время семнадцатый год поправили здоровье своих тачек в плане экстерия интерьера подтянули все части такие только могли быть в этом автомобиле проверка системы запуск 60 тысяч пробега не без этого и у тойота и у хонды и митсубиси и ульянча и у бентли и кого хотите у саба были проблемы с движками не все откровенно удачные выходили и здесь задиры не обошли стороной 2 литра до славится задирами но тут как повезет кто как катает понимаете двухлитровые все-таки такой проблемой славятся смотрите какие трещины и тепловые видимо еще куда-то наезжали но оригинал по стеклу все он бывает скорее всего что прям для щепетильных людей требуется замена руль зарядно помотан может просто такая эксплуатация была при 60 тысячах то есть довольно непрезентабельный вид имеет ролевая колонка регулируется по высоте и по вылетам зато достаточно богатое наполнение на 2017-2018 год у этих автомобилей было и почему все спрыгнули с тойоты с хонды когда еще серван был и пилот с митсубиси на эти тачки да потому что корейцы предлагали за сопоставимо по цене больше в опциях иногда даже со скидками прям такая заманчивая стоимость что у человека просто кукан срывало и он бежал к дилеру хендо киа покупал такие автомобили я сам был свидетелем когда с пятерок с пятаков бмв пересели люди на киа кворис это было круто на хендо екус почему бы нет попробовали получилось у них удовольствие максимум из этого извечь или нет это уже другой вопрос попробовали вроде бы все катает все хорошо все стабильно камера заднего вида в целях безопасности проверьте окружающую обстановку такая предупредительные надписи динамические линии видите 150 коней хватает ли этого для такой тушки для такой массы вообще широкий автомобиль я думаю вполне к в городе такая трассе были помощнее движки для европы был и дизель тросписовый руль очень приятный в обхвате и легкий мульти руль ну что по повадкам обыкновенный паркетник кроссовер не больше не меньше как-то так спереди макферсон сзади стоит многорычажка едет комфортно достаточно предсказуем никаких сюрпризов не подкидывает так что есть за что полюбить корейские автомобили точно в первую очередь многих соблазняла гарантия все-таки пять лет или 150 тысяч километров пробега это прям цифры которые очень хорошо звучат мы все с вами прекрасно понимают что это гарантия распространялась не на все там на отдельные узлы и агрегаты но кому-то было приятно думать наверно когда он засыпал уже ночью что мне пять лет или 150 тысяч километров пробега так что могу куда угодно ездить что угодно проверять в этой тачке она супер надежная красивая мощная привлекательная многие оборачиваются так и есть вот так и есть друзья я знакомый 21 года взял спарте не нарадуется просто не нарадуется настолько классная тачка вот прям нравится не могу слушайте по подвеске то все прям так чинно и благородно в этом автомобиле даже вот покритиковать то не за что есть желание конечно немножко так скажем подлить масло в огонь но нет все хорошо прям даже более чем хорошо такой разбитой дороге этот автомобиль едет очень даже предсказуемо по крайней мере ты не напрягаешься вообще едешь все тебя устраивает а посмотрите оптимул к 5 час как продается ставка только на дизайн sonata сейчас как заходит elantra вообще космос авто надеюсь что скоро будет тест-драйв полноценный посмотрим иногда на меня находят такой вот прям хочу дико и конструктивно и деструктивно раскритиковать автомобиль соренто я помню свое время тоже как-то и начал прям сильно не любить не взлюбил этот автомобиль но это всего лишь мое мнение друзья априори я положительно отношусь к автомобилям к любому автомобилю и какие-то крамольные вещи я просто по определению не могу говорить по поводу автомобилей его сделали понимаете это многомиллионная многомиллиардная автомобильной индустрии чтобы одну модель бренд вывел на рынок вы даже не представляете какие-то титанические усилия для всех для бренда допустим сделать у toyota что-то выше чем toyota land cruiser 200 что-то прям больше чем саквоя это такие колоссальные труды инженеров всех 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 даже маркетологов по всему миру распространить одну модель это невероятно просто поэтому кто говорит что о и машина ни о чем я лучше там ну вот просто они наверное останутся при своем мнении и все на этом все заканчивается как хорошо он стелит а как хорошо стелит это прям любимый плед какой-то ну или с чем сравнить наверное вот вспомните самую любимую кафешку в вашем городе куда вы заходите по особым случаем выпить кофейку может чего-то еще с лобки конь курасан или пирожок и вот прям так классно после этого после этих 20-30 минут проведенных в этой кафешке вот эта тачка напоминает вот эту кафешку честно сказать прямо настолько все хорошо с ней что не придраться ни по каким направлением вообще сидушки довольно продуманным что здесь пробег 60000 салон как новый можно сказать да уж есть конечно где-то эксплуатационные точки где что-то ты там покажешь автомобиль ты не новый три года ему уже без малого скорее всего может уже они от гарантии он еще не слетел все что нужно для счастья чашечка корейского супа с бульончиком под курочку с гренками зайдет отлично я думаю ну что он едет он едет он очень предсказуем даже обволакивает каким-то нестым комфортом автомобиль но шумки вот знаете они как шумку делают вот с каждым поколением с каждым рестайлингом и на следующую ступень эволюция переходит все больше шумку ложат больше и больше это вот называется прислушиваются к мнению тех людей которые купили этот автомобиль эксплуатируют они лучше знают вот как какую кнопочку куда внедрить а если мы вместе что-то делаем этот локомотив уже не остановить он всегда будет идти на огромной скорости поэтому это правильная тактика стратегика хотите называйте это корейцы делают правильно абсолютно правильно все притом ценовая политика многих порадует вот сейчас запустим премиум сегмент очень дорого понятное дело даже что-то из лексуса брать x ну тоже на любителя достаточно автомобиль nx закрепился как автомобиль для представительности прекрасного пола все-таки rx под 5 миллионов rxl дорого lx 79 500 и поэтому я понимаю прекрасных людей которые пока я буду сидеть в корейском бренде и меня все устраивает я их прекрасно понимаю здесь ручное переключение плюс передача выше минус передача ниже shift lock release находится вот здесь коробка обычный гидротрансформатор 6 диапазонный ничего с ним не происходит он даже может иногда перекатать двигатель да такое тоже бывает когда коробка оказывается достаточно живой и долгоиграющий двигатель умирает а карабаст здравствует какой-то может быть подстаканники все регулируется помощь при спуске drive mode есть даже спортивный режим вот просто такая и комфортного что-то типа такого есть нет датчики парковки включения и отключения здесь вещевой бокс для вашего гаджета не регулируется вообще жестко закреплена но двойная строчка есть пожалуйста вещевой бокс очень вместительный вход usb aux 2 розетки для гаджета тоже подогрев сетей на вентиляции нет подогрев руля вот сейчас я пробовал все нормально работает вот на кнопку прям нажимаем и все выводится регулировка для потока воздуха все на кнопках при том вот это обратное усилие вас порадует регулировка для температуры синхронизация задняя погрев стекла переднем тут кондиционер рециркуляция и отключение различные зоны так все здесь предусмотрено отключение кнопка home здесь радио медиа телефон настройки сейчас я уже привык к автомобилям 21 года и вот такое видеть конечно вот как-то даже не знаю как автомобиль немножко из прошлого что ли интересно смотрится очень интересно дисплей подключение включения настройки это звук хорошо что тач и скрин баланс различные настройки эквалайзера даже такое есть сигнал этим это дисплей bluetooth понятное дело что здесь есть система язык клавиатуру часы и заводские настройки подключение гаджет ваша apple карта и android авто потому что мерлинг медиа так все отображается музыка с юсби видео с юсби также может отображаться изображение сербе bluetooth аудио ipod aux и подключение вот это да это здорово настройки здесь мы уже были в этом подменю медиа телефон вот в принципе и все все понятно доступно не заморочена здесь у нас управление для пута у компьютера дверь освещения звук функции комфорта интервал обслуживания можно задать топ функции расход средний текущий вся необходимая информация цифровой спидометр ограничитель скорости круиз-контроль нужно выставить лимит и так далее управление стеклоочистителями поворотниками светом голосовые команды прибавить и убавить звук кнопки принятия и отмены вызвать для телефона посредством bluetooth серебрянку налепили очень неплохо даже не знает перетягивать этот руль или все-таки покрасить вот пожалуйста строчка идет регулировка для яркости все регулируется трекшн стабилизация это не самая топовая комплектация видимо здесь заглушки регулирование угла наклонов от коллектов привод для складывания зеркал зеркала огромных что просматриваются с подогревом электро регулируемые зеркала так все ходит вверх вниз лево вправо замечательно центральный замок световая индикация из основателя автоматические стекла страна водителя груза старого водителя пассажир автоматически все опускается поднимается задние стекла опускаются у нас до конца существенный прям жирный плюс боковые подушки безопасности здесь вот такая выемка видимо для контейнера для очков или для чего-то еще было почему-то она как рудимент осталось но не опалилась здесь у нас подсветка вот такая держатель для карт пакет огромное славное зеркало заднего вида софта стены здесь сигналки передачи пожалуйста вещевой бокс ну или контейнер для очков как хотите подсветка очень аккуратная находится здесь соя система эроглонас не хватает панорамной крыши прям дико не хватает в этом автомобиле панорамной крыше сейчас предлагаю фары туманки все что здесь есть дальность обычного сигнализации разнофактурный пластик вас тоже порадует до местами он твердые местами он прям что-то под кожу и мягкая подгонка хорошая но шумка вот такая усредненная 50 на 50 кому как ножной стояночный тормоз очень нетипичный видите это автомобиля такого рода фиксаторы то есть так нажимаем активируем его как на американских авто и так еще раз нажимаем деактивируем фисбокс и находится здесь открываем капот и потом диапазон регулировок по сиденью по высоте в подольном направлении очень широкий прямом росте 188 сантиметров не достаточно легко забираться автомобиль и выходить из него развита никого я поддержка здесь пластичный подбор электропривод по двум направлениям прям существенный жирный плюс напольная педаль акселератора коленный подушку безопасности для водителя здесь нет рейлинги на крыше достаточно хрома антенна видеоколево плавника задние фонари это просто шедевр шедевр госпитцевые диски hankuk зима 215 на 60 профиле 17 хороший профиль кей-кей диски все клеен специально потому что пескоструйный эффект сделает свое дело рано или позу диодный указатель для поворота наружного зеркала заднего вида должна быть подсветка около дверного пространства такие трещинки у нас имеется зона стекляния обзорный шикарный есть линзы стоят стадионные длинные кривые огни ближний и дальний галоген и линзы даже в туманках тоже галоген там изыскать очень много несмотря ни на что хромные шутки резиатора все осмотрим что у нас там под капотом 16-клапная башка он больше эластичный нежели чем мощный силовой агрегат работает ровно без ощутимых вибраций огромный вентилятор радио как стоит мобис допустим это будет гонзо но без комплектующих заглушки все очень легко только нет без проблем откручиваете и меняете если нужно вам подсветить на канал или что-то еще то есть тоже доступ очень легкий по всему как вы находите здесь в восточном футболе здесь бурзулей здесь такая коса как-то даже заармирована сигналка и не знаю запись здесь круто хорошо реализованный продукт населялись конечно и на рио кат коллектор все время тоже подкортил немного репутацию дорогущая вещь но как-то все так скажем невзгоды с автомобилями неправильно автомобилисты переживают здесь у нас находится защита вот такая шумка немного ну в принципе все можно поставить упор но здесь вот такая печетка капот достаточно легкий для такого класса автомобиля вот он рельефный коэффициент аэродинамического сопротивления здесь хорошо продуман сейчас я предлагаю рассмотреть переднюю и как видите вот это у нас мигание это светодиодные длинные ходовые огни и еще можно что-то мигать это не совпадение частоты кадров в камере и вот в этом сегменте по фарам светодиодные длинные ходовые огни в общем из-за нее я вас слышу прям такая корейская понтареска очень добротный скромный можно так даже сказать автомобиль где-то прям смотрит на что-то попало и пошло дальше вот у меня камушка попала отлично дальше пошла бортачок закрывается на ключ довольно вместительный подушка безопасности можно отключить если устанавливать детское удерживающее кресло сервисная книжка еще что-то и такая у нас паунти-супрайз искусство видать книжайся про классскую эксплуатацию нереально большая толстенная книжка еще и тяжелая если вам кто-нибудь скажем надоел в салоне просто запульнули в него эту книжку и все вопрос решается смотрите сколько здесь можно всего перечитать читать невероятно вот эти моменты меня Киев всегда удивляло насколько они заботятся максимум и видимо вы на параплане или на парашюте будете спускаться когда будете смотреть на этот кья книжайся конечно литературы здесь предостаточно бардачок достаточно вместительный он с подсветкой вот там я вижу уже фильтр салонный а здесь и номер для поставки на учет автомобиля сейчас кресло и вот эта обивка по креслам я не помню точно как называется вот эта ткань но она очень износостойкая и помыть ее легко центральный замок электростика подъемник есть еще корзам в таком мягком наполнителе с двойной строчкой идет сейчас давайте рассмотрим нижнюю часть от автомобиля это паук или муравей так паук ого какой мощный так надо его сдуть или пусть сидит он тоже тестит тачку пусть сидит тогда ладно пусть сидит все складывается по сидушкам наклон спинки есть два подстаканника подокотника идем вообще не вытаскивали как новый розетка видите вот здесь он смеется не идеально ровный пол воздуховоды подогрев есть вот здесь у нас включаются две ступеньки слева справа здесь у нас вешалка такая не буду до конца закрывать вдруг паучок на ту сторону выйдет я просто прижимаю жизнь паука дорогого стоит я ему эту жизнь не давал и я не вправе отнимать ее такая здесь подсветка аккуратная вешалки подушки безопасности вот интерьер очень веселый и гармоничный мне нравится центральная консоль слегка развернута в сторону водителя три регулируемых подголовник обзора с назад шикарное в этом автомобиле более чем пожалуйста подстаканник щебой бокс так больше волноваться этого паучка может только слетел уже да скорее всего слетел сейчас я по кромке посмотрю его здесь нет нет видимо убежал тестить другую тачку возможно lamborghini urus все куда-то убежал такой красивый корейский паркинг задние паучки покупки имеются камера заднего вида подсветка номерного знака подсотор нажимаем результат получаем старлайн здесь в свое время будем устанавливать сигналку сейчас более актуально пандора будет старлайн тоже достаточно хорошая система по средствам приложения все можно контролировать пожалуйста подсветка крепление для сетки вот здесь такая шторка и запаска в виде докатки домкрат инструменты шум проложено можно даже органайзер приспособить без проблем в этом автомобиле боковые подушки безопасности багажник вместительный очень вместительный с повседневными нуждами он справляется здесь доступ к замку смотри какая двойная тема здесь идет багажник мощный крепко закрывается как на немецких автомобилях сейчас вам продемонстрирую заднюю подвеску этого авто на этом тест драйв и обзор ESPARTYCH подходит к своему логическому завершению я надеюсь он был для вас интересным познавательным вы что-то для себя подчеркнули открыли новое не в этом уверен если так оставьте обратную связь подписочка с вас лайк и комментарий ухты ухты и это почему так воу направляйки да нужно будет почистить направляйки ну бывает с кем не бывает всем удачи берегите себя всем хорошего настроения сау блога достану достану сау блога сау блога в и в Продолжение следует...